Что сказать, друзья, любим, любим мы иной раз прийти во французскую бейкерию и выпить кофейку, может быть что-нибудь такое скушать из-за наличствующего. Здесь неплохо, это все в городе Санта-Крус находится. Выглядит все это, друзья, очень и очень аппетитно, я бы сказал, соблазнительно выглядит. Прям чебурек. Несмотря на солнечные брики, я, друзья, надеюсь, что вы можете вместе со мной порадоваться за тем, кто пришел сегодня на эту бейкерию. Трудно, трудно, друзья, делать выбор в таких условиях, да? Сами подумайте, как жить. А жить надо, жить надо, надо делать выбор, и мы его сделаем. Вот так выглядит кафешка. Пока мы тут выбирали что-то, очередь выросла. Да. Не то, чтобы, друзья, вас, я думаю, удивить кофе латте, но просто я думаю, а что вам не порадоваться вместе с нами. Вот пирожок такой. Как-то они его называют, я даже не помню. Вот. А у нас гости. Гостя можно показывать? Да, не знаю. Вот у нас гость в Италии. Из Киева. Можете сказать, что вы стартапер? О, нет, я так не люблю это слово. Ну, сказать можно. Ну, да, так, в душе. Стартапер, а так вообще уже матерая акула IT-бизнеса. Вот так мы их создаем. И вот, смотрите, что у нас акулы IT-бизнеса тоже, вот, как бы все. Вот, ступеньком. Так, Светочка, а Свете еще не принесли. Светочка, что это за изысканную вещь тебе принесли? Ну, это называется чикен тернобра, но на самом деле это просто обыкновенный пирожок с мясом, для мяса не раскручено, кусочками просто курили. А вы как цинично, как цинично тебе этих оливков накидали. И вот этот огурчик, который, мне кажется, только для виду. Почему? Он кислый, по-моему. Ну, там нечего кушать совсем, он же маленький. Друзья, что, конечно, собирать клубнику в декабре, это не то же самое, что, допустим, ну, в другое время. В июне. В июне, да. Но, тем не менее, клубничка есть. Вот, может быть, это происходит от того, что кроме нас никто не пришел. На поле. Ну, вот она есть. Те из вас, кто смотрит наш канал давно, знают, что тут в Санта-Круз есть поле, недалеко от нашей дачи, где, ну, такая общественная организация для бездомных, как бы они это держат, чтобы те могли прийти, поработать. Вот. И мы пришли проведать клубничную грядку. Знаете, давно не приходили, уже, наверное, пару месяцев. А нам говорят, а вы сходите, там, может быть, есть клубничка. Вроде, говорит, на той неделе люди брали. Таки, да, есть. Хочу сказать, что там пару корзиночек, если бы надо было нам собрать, так мы бы могли легко собрать. Какие уточки, друзья, какие красавицы. Смотрите, что творится-то. Ой, какие красавицы. Вот. Смотрите, какие. Вот, да, поговорить хочет кто-то, да. Да. Ути-ути-ути-ути-ути. Вы видите, друзья, морковную грядку. Она такая длинная. Тут на ней 8 сортов морковки. И вот я некоторые из них приобщил к нашей корзиночке. Вот вы видите тут какие-то морковочки. Ну, нам много не надо, а так пожевать, похрустить. И вот капустки мы подумали, надо бы взять. Ну, а что в декабре возьмешь, друзья? За клубнику нам сказали вообще, что найдете, ешьте на здоровье. Денег не платим, потому что, как бы, некоммерческий продукт в декабре. Ну, мы, собственно, много-то и не съели. Вот, два качанчика мы забираем с собой. Органическое все. Клубничка, э, клубничка. Морковочка, капуста, все органическое. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...